Ну что ж, лишний раз убеждаешься в некомпетентности руководства Союзгосцинка, если бы господин Гоглоев хоть чуть-чуть бы разбирался в цирковой системе, в цирковом искусстве, то он никогда бы не позволил молодой девушке, которая работает не с собачками, а которая работает со львами, во-первых, держать ее такое время на простое, во-вторых, животных не кормить, животные находятся в том климате, который им совершенно противопоказан, и потом такое количество времени, чтобы просидеть на ВП, и после этого начинать работать со львами, тем более, что у Ольги, у нее контактная работа, у нее контактная работа, вся работа построена на контакте с этими, вы представляете, что это такое, когда вот такой большой перерыв, что может случиться? А наше руководство, вернее, не наше руководство, руководство Союзгосцинка совершенно об этом не думает, совершенно. Сколько времени создавался этот аттракцион, еще мама его начала создавать, сколько труда уложено, и когда она погибла, девочка, молоденькая совсем девочка, приняла на себя такой груз, и вместо того, чтобы ей помочь, чтобы дать ход молодежи, ее начинают гробить, и потом кому это пришло в голову предложить, ей сейчас поехать на Донбасс. Да, я согласен, поехать на Донбасс, это как бы даже почетно, поехать туда и отработать, но чем кормить животных? И когда там бомбежка, когда люди голодают, уже десятый пошел этот самый наш, как он называется, конвой или как, десятый пошел, чтобы поддержать людей, туда посылают львов, которым надо по несколько десятков килограмм мяса каждый день. Чем их кормить там, я не понимаю. Ну, должна хоть немножко голова работы начальства. Ну, просто мы все возмущены, во всяком случае. Ну, единственное, что я хочу Оленьке пожелать, Оля, держись, счастья тебе, здоровья, береги животных и береги дочку. Целую тебя.